Литий-полимерный аккумулятор Данный аккумулятор, как видно из названия, имеет в своем составе литий, активный металл, который при контакте с кислородом вступает в бурную реакцию. Поэтому любые повреждения оболочки аккумулятора приводят к активному выделению дыма и появлению детского запаха. Не допускайте короткого замыкания и повреждения оболочки заряженного аккумулятора. Именно в данном состоянии будет максимальное разрушение аккумулятора и выделение большого количества тепла, энергии и едкого запаха. Один элемент дитий-полимерного аккумулятора имеет напряжение 3,7 В. В заряженном состоянии 4,2 В. Полимерные аккумуляторы обладают одной особенностью. Его нельзя полностью разряжать. Минимальный порог напряжения на элементе должен быть не менее 2,8 В. Это экстремально низкое значение, при котором элемент еще не повреждается. Для долговечной службы аккумулятора не разряжайте его ниже 3 В. Если вы используете аккумуляторы в сборке, не калиброванные, сомнительных производителей, то не рекомендую разряжать элемент ниже 3,2-3,3 В. Третьи полимерные аккумуляторы получили широкое распространение в мире, и в частности в моделизме. Имея высокий ток отдачи и хорошую диаграмму разряда и небольшой вес, эти аккумуляторы вытеснили никель-металлогидридные, никель-кадмивые аккумуляторы, и не оставили им никаких шансов. Литий-полимерные аккумуляторы – это разновидность литий-ионных аккумуляторов. С более улучшенными характеристиками. Теперь поговорим о емкости аккумулятора. Для всех типов аккумуляторов этот параметр одинаковый. Емкость аккумулятора обозначается в миллиамперах в час. Например, у нас аккумулятор емкостью 1000 мАч. Что это значит? Это означает, что наш аккумулятор в течение часа может отдавать ток, равный 1 А, или в течение 30 минут ток, равный 2 А. Надеюсь, ход моей мысли вы поняли. Теперь я хочу рассказать о токе разряда. Что это такое, как его определять и для чего его нужно знать. Разрядный ток – это параметр аккумулятора, который показывает, какой максимальный ток наш аккумулятор может отдать. Как определяется он? Возьмем аккумулятор со следующими параметрами. 7,4 В, 2200 мАч, 30С. Для определения разрядного тока нам понадобится ток. Это 2200 мАч. И параметр, который обозначается в С. В нашем случае это 30С. Для определения разрядного тока перемножим эти параметры. У нас получится число 66000. То есть, 66000 мАч или 66А. Это максимальный ток, который наш аккумулятор может отдавать длительное время без повреждений. Также некоторые аккумуляторы маркируются кратковременной токотдачей. То есть, данный ток аккумулятор может отдавать не более 10 секунд. Превышение этого времени приведет к повреждению аккумулятора. Все литий-полимерные аккумуляторы заряжаются током, не превышающим величину своей емкости. То есть, 1С. Но существуют специальные аккумуляторы, позволяющие увеличивать ток заряда до 5-6 раз. Положительно на срок службы это не влияет. Что такое балансировка? И для чего она нужна? Литиевые аккумуляторы состоят из нескольких элементов. Если напряжение на элементах будет разное, то при срабатывании отсечки в регуляторе одна из банок может сильно разрядиться и повредиться. В результате чего вы получите испорченную батарею. Поэтому всегда при покупке нового аккумулятора балансируйте его. Также рекомендую заряжать аккумулятор с использованием балансира. Подводя итог, хочу сказать. Если вы хотите, чтобы ваша электрическая модель выдавала максимальную мощность, то используйте литий-полимерные аккумуляторы. На рынке представлено большое множество аккумуляторов. И как выбрать тот, который мне нужен, это дело сложное. Если модель хоббийного уровня и ее характеристики далеки от предела, то выбрать батарею будет проще. Выбирайте батарею с полутора-двухкратным запасом потока отдачи. Выбор производителя также является важным. Для долговечной службы выбирайте аккумулятор проверенных производителей. Приобретая аккумуляторы сомнительных фирм, вы рискуете взять кота в мешке, у которого написанные параметры на этикетке могут отличаться от параметров самих банок. Конечно, в худшую сторону. Друзья, не бойтесь применять литиевые батареи. Если вы будете соблюдать инструкцию, то все будет в порядке, и батарея прослужит вам максимально долго. Вообще, средний срок службы силовых аккумуляторов 200-250 циклов, заряд-разряд. Хочу напомнить основные правила обращения с литий-полимерными аккумуляторами. Всегда новую батарею заряжайте с балансиром. Не допускайте разряд аккумулятора ниже критического напряжения. Не деформируйте и не повреждайте корпус аккумулятора. Не допускайте короткого замыкания. Заряжайте аккумулятор специализированным зарядным устройством. Не допускайте перезаряд аккумулятора. Не допускайте дисбаланс ячеек в батарее. Подбирайте аккумулятор по току. Ток, отдаваемый аккумулятором, должен быть в полтора-два раза больше, чем требует потребитель. Храните аккумулятор в огнеупорном сосуде или специальном огнеупорном мешке. Не используйте поврежденную батарею. Для длительного хранения аккумулятора переведите его в режим хранения. Данный тип заряда аккумулятора есть в любом зарядном с дисплеем и называется Storage. В данном режиме аккумулятор заряжается на 40-45% до напряжения 3,8 В. При таком заряде выполняется лучшее сохранение электродов аккумулятора. Если происходит перезаряд аккумулятора, поэтому заряжайте аккумулятор только специальным зарядным. Второе. Не храните аккумулятор в заряженном состоянии. Третье. При покупке нового аккумулятора, прежде чем его использовать на модели, необходимо прогнать 2-3 цикла заряд-разряд маленькими токами. Не превышайте при этом ток 0,5 С. Данное мероприятие необходимо для разрушения консерванта на электродах. Четвертое. При превышении разрядных токов допустимой величины. Друзья, я постарался рассказать вам все необходимое, что надо знать начинающему моделисту. Спасибо, что уделили мне внимание. Хотите знать больше? Следите за моими видео. С вами был Джордж Кукурузкин. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok